Всем привет! Меня зовут Алия, и я закончила шестой курс Казанского государственного медицинского университета, педиатрический факультет. В моем блоге в последнее время часто стали поступать похожие вопросы. Например, Алия, я заканчиваю четвертый курс, но не понимаю, как лечить людей и вообще, как стать врачом. Или зачем мы учим какие-то базовые предметы, например, люди часто жалуются на бесполезность биохимии. И мне бы хотелось сказать то, что, по моему мнению, для будущего врача и врача уже состоявшегося, очень важно заниматься самообразованием. И вот последний год я обучаюсь параллельно по американским книгам и понимаю, насколько у них подход, он более интересен и намного качественнее, чем наше, мое такое сугубо личное мнение. Например, мы в университете учим биохимию и учим просто обмен гликоген того же, как гликоген синтезируется, допустим. Но в американской программе вы сразу учите, как гликоген синтезируется и какие есть болезни. Их клиника. Например, та же болезнь Пампе, это гликоген сторич тезис, и вы увидите ребенка маленького, у которого, например, гипотония, проблемы с сердцем. И он не доживет до 3-4 лет. То есть в американской системе вас учат мыслить клинически. И мне кажется, что как раз-таки ответ на вопрос в том, как научиться применять базовые знания в клинике, это прорешивание тестов. Сейчас я прорешала один банк заданий, RX там 2300 задач. И вот прорешала первые 500 вопросов в банке заданий U-Word. Это все на английском. Но со временем вы привыкаете решать на английском, и проще выучить английский, я думаю, чем искать, ждать, пока переведут какие-то задания на русский язык. Все-таки сейчас язык медицины это английский, и все научные статьи ведутся на английском, гайдлайны пишутся на английском. Поэтому английский язык, я думаю, надо выучить на хорошем уровне, чтобы просто уметь читать, понимать, что написано каждому молодому специалисту и студенту. И, то есть, первый вопрос, как перевести знание из просто знания, какой мертвый груз лежит, в знание, которое можно использовать, это прорешивание банков. Второй вопрос. Я дошел до четвертого курса и не понимаю, как лечить людей. Мне кажется, что отчасти это связано с тем, что не было еще достаточно часов уделено клиническим дисциплинам, и после того, как будут пройдены клинические дисциплины, должно стать немного легче. По своему опыту хочу сказать то, что я после четвертого курса тоже ничего не понимала практически. То есть, я сдавала все экзамены вовремя, я сдавала все зачеты вовремя. У меня за 6 лет обучения 3 тройки в дипломе. И то это тройки, которые, например, 79,6, то есть, немного не хватило до четверки. Получается то, что программу я выполняла вовремя, добросовестно, но это не помогало мне осознавать, как надо учиться правильно. И сейчас я вижу такой подход, то, что надо учить базовый предмет, но смотреть, как базовые предметы, во-первых, соотносятся между собой, та же фармакология, физиология, подфизиология, как они взаимосвязаны, и смотреть на конкретных клинических задачах. Чем мне нравятся банки американские, то, что они написаны, исходя из клинических задач. То есть, был реально пациент, который реально умер от какой-то болезни, и его случай, он описывается в этой задаче. Просто это как выжимки вот этих клинических ситуаций. Поэтому, ребят, давайте стараться заниматься так, как следует, чтобы знания не просто забывались где-то, а их можно было действительно использовать, когда это нужно. И я бы хотела вас как-то смотивировать читать, например, Каплана, если вы на младших курсах, сразу идти параллельно с учебниками Каплана, потому что в Каплане написано, например, там учебник по анатомии описывает мышцы, и он сразу описывает, какое повреждение, как его проверить, какая будет клиника, зачем вам вообще знать про такое образование. Например, тот же синдром, Carpal Tunnel Syndrome. Мне немного тяжело стало говорить синдромы и название болезни на русском. Я их сначала по-английски вспоминаю. Вот. То есть, что в нем проходит, и вообще, какая будет клиника. Carpal Tunnel Syndrome, это когда у нас зажимается срединный нерв, примерно вот здесь, и, то есть, будет онемение вот в этой части. То есть, первый, второй, третий палец. Вот. То есть, там знания, они идут намного, мне кажется, более взаимосвязанными. И, например, если вы читаете фармакологию, то довольно полезно будет разобрать цитохром P450, это фермент печени, и там совершенно интересное взаимодействие, например, между тем же варфарином и эритромицином. Ну, то есть, об этом я, возможно, запишу еще одно видео. Мне бы хотелось узнать, насколько вам интересен такой формат, и стоит ли мне иногда делать такие видео-ответы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok